Всем привет! Меня зовут Валерий. Я прошел весь путь миграционный из России через Мексику, Соединенные Штаты. Перешли мы свободно, но позже я был задержан и помещен в миграционный бутейн. Я пробыл 6 месяцев в миграционной тюрьме, затем получил политическое убежище, вышел. После этого, ну естественно, я интересуюсь, смотрю этим всем, смотрю YouTube. На YouTube нахожу интересных индивидуумов, которые рассказывают такие сказки, некие паралегалы, помогаторы, еще там кто-то, я не знаю. Ну, блин, ну что они несут, я вообще не понимаю. Говорят, что не нужно особо готовить кейс на границу с Мексикой. Все можно сделать внутри страны. Ребята, я вообще полностью опровергаю эту информацию. Я столько встречал таких людей, которые именно так и хотели покорить Америку, получив политическое убежище, но их попытки не увенчались особым успехом. Понимаете, я опровергаю полностью эту информацию. Я видел много всего. Во-первых, никто из адвокатов не возьмется за ваше дело, если вы пустой, как турецкий барабан. На чем строить защиту, выдумывать вам историю. До вас расколет адвокат ДИЧС сразу же и судья. Суд сейчас происходит на доверии. Если судья вам доверяет, вы получаете асайлент. Но если у вас нет даже доказательств, вы плаваете, вы нервничаете, вы перебегаете с одного эпизода на другой, не можете ясно все высказать, а у вас так и будет. Я уверен в этом, если у вас история придуманная. Я видел, как там ребята пытались написать кейс, грубо говоря, на коленках прямо в ДТН. Но успеха никакого не было, понимаете. А произойти это может неожиданно. Я прошел границу, меня выпустили на свободу. Я из одного штата переехал в другой. Я думал, сейчас я найду адвоката, спокойно буду готовиться, нормально все. У меня еще не переведен кейс был, но он у меня был. У меня реальная история была, реальное преследование. Бах, и меня в ДТН. Я вообще не ожидал этого. Я думал, все, мы на свободе, все прошло. Но тем не менее я оказался в ДТН. Я тоже был не готов. Я искал адвоката, я испытывал необычайные трудности. Моя жена осталась с детьми, с тремя детьми, без денег, без средств существования. Никто не сможет вам помочь, если у вас даже друзей и знакомых нет. Поэтому я рекомендую вам детализированно готовить кейс, укреплять его именно к тому штату, куда вы едете. Выдержками из СМИ, эпизодами своими. Таким образом. Не езжайте на АБУМ, не слушайте этих людей. Вы огребете столько проблем, и вы выкинете деньги просто на ветер. Мой вам совет. Обращайтесь к профессионалам, если вам нужна такая помощь. Действительно не все могут грамотно оформить свой кейс. И составите эпизоды, укрепите ссылками из Human Rights, из разных других источников официальных. Поэтому готовьтесь, готовьтесь серьезно, готовьтесь до того, как вы приедете в Мексику и пересечете границу. Всем хорошего дня, удачи, пока.